А для героев парламентской избирательной кампании главные награды – депутатские портфели. На неделе стартовал агитационный этап выборов. Центр избирком обнародовал списки всех зарегистрированных кандидатов в депутаты Палаты представителей. Итак, за 110 мест в парламенте будет бороться 521 человек. С дистанции сошли 93. Илона Волынец присмотрелась к потенциальным парламентариям, которые продолжат избирательную гонку. Который за народ, за справедливость, чтобы хорошо жил всех. Образованный, честный. Он должен быть обеспечен сам. Такой он – желаемый имидж народного избранника. Осталось отыскать его в реальности. Центр избирком на неделе обнародовал список зарегистрированных кандидатов в депутаты Палаты представителей. Итак, за 110 мест в парламенте будет бороться полтысячи белорусов. Большая часть – это люди активного возраста, средний возраст преимущественно, которые еще могут и в парламенте поработать, и после парламента завершить свою карьеру весьма блистательно на каком-нибудь высоком посту вполне возможно. А вот и претенденты на депутатский значок. Представители социальной сферы, промышленники, госслужащие, предприниматели. Но удостоверение кандидата получили далеко не все желающие. У кого-то оказались недостоверные подписи, кто-то приврал в декларации о доходах. Так на Гомельщине с предвыборной дистанции сошли семь выдвиженцев. Один претендент, ему было отказано по причине того, что в результате проверки подписей избирателей число недостоверных подписей превысило 58%. Пять человек, соответственно, неправильно указали свои декларации документы о доходах. Объективную оценку парламентских выборов ждут от международного сообщества. На неделе в Беларусь прибыла предварительная миссия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Спасибо от имени Парламентской Ассамблеи Совета Европы за приглашение прибыть с миссией для оценки избирательного процесса. Мы уже получили достаточное количество информации. Мне очень приятно быть здесь. Для меня это первый визит в Беларусь. Я поражена тем, что я вижу, насколько у вас все красиво. Спасибо за гостеприимство. Всего для мониторинга избирательной кампании уже аккредитовано свыше трех сотен иностранных экспертов. В Минске и регионах работают наблюдатели от СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Всем были предоставлены равные правовые условия кандидатам. У нас замечаний нет. Чувствуется готовность комиссии, профессиональная подготовка сотрудников комиссии. Социологи выяснили, более 60% белорусов знают о предстоящих выборах и готовы прийти на избирательные участки. А вот в треть пока не совсем в курсе, что, где и когда. Но даже самые торопливые прохожие теперь не смогут не обратить на это внимания. На улицах стали появляться информационные пикеты. А волонтеры охотно разъясняют, что за выборы проходят, какой этап и как правильно отдать свой голос. Агитируем людей приходить на выборы 11 сентября, проявить свою гражданскую активную позицию. И все-таки эти пикеты, они как-то немного помогают формировать политическую культуру у нашего народа. Невольно можно стать и участником жарких дискуссий. После регистрации кандидатов, наконец, началось самое интересное – агитация. Пикеты стараются проводить на самых оживленных улицах города. Главное условие – не ближе 50 метров до административных зданий. То есть каждый прохожий может подойти, поинтересоваться программой кандидата, задать любой интересующий его вопрос. Здравствуйте. А что это вы мимо проходите? Не хотите спросить, что за кандидат? Кандидат в депутаты. Да вам не интересно? Нет, оно интересно нам. Но мы приезжие, нам свои кандидаты у нас есть. Оказалось, супруги готовы голосовать хоть завтра. С кандидатом уже давно определились. Но на выборы придете? Конечно, обязательно. Но даже досрочно. Белорусы не такие уж и померкованные. Белорусы активные люди, которые имеют свою позицию. Те, которые открыто и не боятся говорить о своих проблемах. Убеждают избирателей не только высокими речами, но и высокими нотами. Кандидат из этого округа на выборах уж точно не намерен играть последнюю скрипку. Я не буду теркать, буду я себе гадать. Мы активно используем социальные сети, потому что очень большое количество избирателей на нашем участке – это молодежь. Флэш-мобы, как, к примеру, сегодняшний. Мы пытаемся привлечь население, обратить внимание на нашего депутата и ответить на любые вопросы. В предвыборной борьбе нет мелочей. И в этом Игорь Васильевич Котлеров убедился не один раз. Депутатом палаты представителей он избирался трижды. И, как показывает опыт, помимо деловых качеств, политику нужна харизма и смекалка. Я 13 лет был депутатом парламента. И интересно, что недавно встретила женщину. И стала со мной разговаривать. Я даже не помнил ее. Она мне мой слоган. Если хочешь быть здоровым, голосуй за Котлеров. В 96-м на выборах Верховный совет из соперников он обошел даже известного композитора Игоря Лученко. И своим секретом с будущими депутатами Игорь Васильевич готов поделиться. Целый день работал по 16 часов. Два месяца. Ну, мне было самому интересно. И людям было интересно. Пытался побывать в каждой деревне. Причем, кое-куда приходилось идти пешком. Километров за 15. Это лучшее время в моей жизни. Потому что, действительно, это каждый день новые встречи, новые люди, новые задания, новые подходы. Будем знакомиться с потенциальными депутатами в теле- и радиоэфире. На нашем телеканале трансляция выступлений начнется уже завтра. Прочитать программы кандидатов также можно будет в газетах. Каждый претендент имеет право на одну бесплатную публикацию. А пока вам, кандидаты, на заметку. А на неделе к потенциальным парламентариям присматривались Илона Волунец, Александр Добрьян и Дмитрий Травин.